А еще на неделе страдала и пережила много горя украинская жемчужина у моря Одесса. Сначала враг жестоко ударил дронами по центру города. Погибла 35-летняя женщина, а еще 10 человек получили ранения. Среди них и 9-летний мальчик. Наши военные отмечают, враг намеренно запускает свои шахеды очень низко, чтобы после сбития они приносили еще больше горя местным жителям. Все подробности прямо сейчас. Сначала ракеты, а следом и ударные беспилотники. Воздушная тревога раздалась в 9 вечера, а уже через 40 минут Одесситы вздрогнули от серии взрывов. Обломки сбитых дронов падали по всему центру. От взрывов разрушение сразу в шести местах. Юлия показывает разбитую квартиру, весь пол в стекле. Пластиковые окна разорваны на куски. Ее сына спасли толстые шторы, которые остановили осколки. Мы легли пораньше, потому что надо было раньше встать. Туда-сюда ребенок уснул. Вот хорошо, что у меня кровать стоит очень далеко от окон. Ребенок именно в эту ночь лег спать вместе со мной, а не в своей комнате. И до нее прилетел бы на ребенка вот такой стеклопакет. А это то, что осталось от другого дома, где взорвалась боевая часть шахеда. Люди сначала вздрогнули от взрыва. Когда начали выбегать на улицу, крыша уже горела. Под ногами хрустело стекло и обломки кровли. Моя мама погибла недавно, 21 октября. Мы еще до сих пор в шоке от этого, не отошли. А тут вдруг такой шок. Я просто не знаю, что делать. Все окна упали, одни разбиты, другие вообще не закрываются. Точно так же и двери. Погибла 35-летняя женщина. Еще 10 человек получили ранения. Среди них 9-летний мальчик. Он в тяжелом состоянии. Пятерых пострадавших уже выписали домой. У них были легкие травмы. Порезы от стекла. Еще трое остаются в больницах. У одной из женщин в легких застрял обломок. Ее будут оперировать. Всем пациентам была оказана квалифицированная медицинская помощь. На утро состояние пациентов удовлетворенное. Чувствует себя хорошо. Продолжают стационарное лечение. В двух многоквартирных домах в результате падения боевой части шахедов загорелась крыша. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям. Поэтому спасатели бросили все силы на ликвидацию. Людей эвакуировали. С шокированными и пострадавшими работали медики и психологи. Люди реагировали по-разному. Некоторые были в состоянии сильной паники. Также недалеко от места одного из прилетов на базе школы был развернут пункт несокрушимости. Спасатели помогали туда добраться маломобильным и пожилым людям. Люди торопясь покидали свое жилье, ведь дроны налетали на город несколькими волнами. И была угроза повторных взрывов. С собой брали домашних любимцев. Те также были напуганы. Это мой котик. Его зовут Доминик. Это мой котик. Его зовут Доминик. Он уличный кот. Взяла его с собой. Нужно спасать. Потом едем. Мне говорят, там документы взяла, все, что нужно взяла. Я такая, а документы? А, точно. Но зато я взяла кота и красивое платье на завтра на работу. Кота и гарную сукню на завтра на работу. Шахеды намеренно пускали так низко, говорят военные, чтобы при сбитии они наносили максимально ущерба. В результате атаки повреждены пять многоэтажек, около сотни автомобилей и разрушена теплотрасса. Практически 50 тысяч одесситов провели ночь без отопления. Кроме этого, под ударом оказались памятники архитектуры. Поэтому власть Одессы готовит обращение к ЮНЕСКО.